доброе утро дорогие друзья всем доброе утро из уже из израиля из иерусалима прилетела я в иерусалим и мы продолжаем изучать тору конкретно мы продолжаем изучать что хитас хитас это хумаш или им тани хотя в основном учим только хумаш но я надеюсь что вы посылочке потом переходите скачиваете скачивайте себе книжечку хитас и пути дальше самостоятельно до изучаете ты лим псалмы царя давида и таню книга тани это книга альтеры рыбы рафшнера замана изляд который был основателем хасидута хаббат и которые в этой уникальной книге рассказывать о том как устроена душа как устроена душа как вообще происходит работа духовная работа то есть таких в таких подробностях которых мало вообще где можно узнать об этом хорошо значит сегодня у нас 12 это 12 это и 16 декабря отлично значит вот мы живем думом 16 декабря 2022 года или 12 это 1772 года а 1800 лет назад была записана книга зоор книга зоор и и записали ученики раби шиман барюха это очень известный был такой великий мудрец который который очень один такой знаковых мудрецов и это книга зоор каббала да из нее учится каббала так не написано что в примерно в 1840 году по нашему лета исчислению по обычному лета исчислению 1840 году совершится революция в науке и он писал что в 1840 году откроются шлюзы на небе шлюз вот этого божественного света мудрости и значит они пойдут на землю каким будет последствия последствия будет очень простым технологическая революция началась как раз 1800 примерно сороковом году с этого момента и пошло развитие электричества паровые двигатели там и так далее то есть пошел взрыв просто технологические паровозы с железной дороги ну и дошло до айфона айфон интернет и тоже в наше время просто уже космический туризм ну просто невероятные какие-то вещи и дальше он сказал что это не только пойдет не только пойдет технологическая революция написано в книге зоор а слава всевышнего наполнит землю и вот я просто вчера открываю интернет там со всех сторон бог всевышний уроки торы вся земля наполнила славой его у нас во икра просто там сотни тысяч часов торы люди слушают интересно это в книге зоор написано что вся земля наполняется славой всевышнего и к чему это все ведет нас говорит любая честная бы что мудрость снизу это пошла сверху мудрость как свет включили мудрость снизу новое понимание единство создания мироздания и сами современная наука тоже к этому приходит постепенно и теперь все готово к чему к приходу машиах написано что наполнится вся земля знанием и значит и в тот день будет бог единый имя его едино то есть что это значит бог един он и был един он всегда один он как бы единство всевышнего она не может быть никак даже оспорено то есть вышли по определению он едины а что значит имя его едино мы же не взаимодействуем со всевышним мы взаимодействуем со словами о всевышнем мы взаимодействуем с названиями с определениями с какими-то идеями о всевышнем и когда вот сейчас в наше время когда информация доступна и ты можешь сесть задуматься послушать почитать посмотреть и увидите и так далее то тебе в принципе имя твое знание всевышним она все больше больше привели приближается к сущности к постижению действительно сущности всевышнего и в этот момент будет бог един имя его едино все об этом узнают и у всех всевышний проявится в их в их жизни да все теперь а мы сейчас читаем как раз в недельной главе о том как умирает первый исраэль до исраэль это яков получил имя исраэль от всевышнего и он сейчас умирает и продолжает благословлять своих детей и вчера он благословил около 10 всего 12 а сегодня вот он продолжает благословлять и сегодня благословление его сыну по имени гад на русском вот что такое слова насколько по-русски на русском языке слова отличается от святого языка или иврида значит на иврите звали одного из сыновей якова гад и он говорит гад ему по-русски гад звучит вообще как-то не очень гад гадут ягудэйну ву ягуд а кэф ну вот звучит как вообще какое-то заклинание да на иврите гад гад гадут как скороговорка гад гадут ягудэйну ву ягуд а кэф значит а переводится как гдут это отряд военный отряд называется гдут до сих пор в израильской армии есть гдудин да такие отряды так он говорит гад 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 гадут этот отряд выйдут из тебя и он возвратится потом по своим следам то есть воины из колена гада они были такие следопыты ну такие они очень были такой спецназ да и они отрядами выходили и все полностью возвращались всегда без потери это было благословение гаду чтобы войны твои были значит выходили возвращались без потери следующий брат гада один из сыновей якова его звали ашер ашер имя звучит тоже очень по-русски ашер да ну ашер однояврите слова ошер это счастье и слова ошер только написано через другую букву через ошер это богатство это очень кстати интересная и на такая информация что ошер счастье и ошер богатство отличается только в написании в произношении они практически не отличаются то есть интересно что богатство которое пришло от бога нету грусти с ним это в мишле мы учили что если богатство пришло с благословением от всевышнего то с ним вместе не идет грусть вот поэтому ошер и ошер они звучат одинаково значит ашер он сказал мы ашер шмина лахмо в уитэн мадену мэлях значит ашер он сказал так что у тебя будет твой хлеб будет жирный жирный будет твой хлеб и ты будешь давать свои явства царю что это значит это значит что в уделе ашера там где потом он получил землю землю в земле израиля там очень было много масли масличных деревьев и была очень жирная земля земля была такая как масли не масленистая и все вообще все что на ней росло урожай он был такой прямо очень и очень жирный такой урожай нафтали еще один сын нафтали айлаш лоха анотен и мрэй шофара значит нафтали будет как лань вольная и он будет значит воздает речи прекрасные переводят так значит колено нафтали оно отличалось тем как лань легкая вот есть например все рекордсмены мира в марафон длинные дистанции большинство не все большинство теницы почему теницы потому что у теницев там у них вот такая конституция они с детства бегают босиком и они бегают там когда горы у них они в общем вот теницы они у них конституция беговая такая так яков дал нафтали благословение что он лань вольная что у него будет такая беговая конституция он будет быстро бегать и потом войны из колена нафтали они были очень они могли бегать там сообщать данные и так далее очень они были быстрые и воздает речи прекрасные что значит воздает речи прекрасные удел колена нафтали был там где сейчас находится город твери и там где находится город твери там очень очень в фрукты фрукты хорошие быстро они созревают очень сладкие и речи прекрасно будет в возглашать благодарность всевышнему за фрукты которые которые у него растут быстро и дальше 22 отрывок яков переходит благословение юсефу и здесь сейчас очень интересно вот сейчас вы услышите какое было благословение и потом мы обсудим вообще еще раз обсудим аспект благословение что значит когда один человек благословляет другого что это ему дает что значит благословение праведника потому что яков то что он говорил так оно и было то есть он был со всевышним как одно целое и когда яков говорил благословение то он конечно он создавал ту реальность в которой потом оказывались его дети хорошо значит как он благословил юсефа он ему говорит бен порат юсеф бен порат алей айн он говорит сын сын значит мой милый вообще порат это такой вот сын милый мой юсеф сын милый и на тебя ты на виду он ему говорит алей айн то есть ты на виду банот саду алей шур женщины ходят на тебя смотреть женщины ходят на тебя смотреть значит что это значит объясняет нам устная тора что если он был очень красивый и дипец и женщины они на него смотреть ходили прямо как в театр да у юсеф идет а он же еще был премьер-министр и они ходили любовались там смотрите как он одет и там как он выглядит как то он был очень красивый принесло ли это ему много счастья мы помним же историю с женой патифара которая его просто вожилала и потом когда он не согласился с ней быть то он ну значит что она его посадила в тюрьму она его посадила в тюрьму да добро удара и значит и дальше дальше следующий отрывок говорите о кого и марару в рабу ваистыму болей хицим говорит и огорчали его и спорили с ним и ненавидели его стрелки значит говорит яков сразу в этом же благословении он говорит последствия он говорит юсеф ты на виду красивый значит ну успешный и так далее буду тебе завидовать буду тебе завидовать вот эти вот стрелки спорить с тобой и так далее значит и он отвечает в этой шеф бей танка что но будет будет сидеть и силой будет сидеть лук его в его руках и будут золотыми кисти рук его откуда это будет из рук богучего бога якова оттуда он стал пастырем израиля значит он ему говорит юсефу смотри то есть у тебя есть сила красота влиять на мир но тебе будут завидовать это обратная сторона то есть если ты если ты слишком заметны значит готовься готовься к конфликтам теперь говорит но откуда ты возьмешь силу откуда ты возьмешь силу только от всевышнего то есть если твое намерение будет только служить всевышнему всевышний тебя защитит если у тебя будут какие-то другие интересы то будет сложно так он ему сказал и дальше он продолжает мэль а виха веазреха от бога отца твоего и он тебе всегда поможет и бог шадай это который есть качество всевышнего который дающий до шадай что у него он раздает все да то есть весь мир он кормит и он говорит что бог вот этот вот бог шадай это его качество он благословит тебя у тебя будет очень много беркат шамай благословение небесное и благословение будет даже выше чем благословение которое от земли идет и оно будет лежать внизу шадаем варехом благословение будет и груди и матка дословно переводится то есть ты будешь еще от тебя будет очень много детей очень много плодиться будут да его потомки эфраем минаши в общем дал ему такое благословение и дальше он ему продолжает беркот авиха гавру аль беркот урай он говорит яков ему мои благословения то что бог меня благословил это больше чем благословение моих родителей авраама и цхака то есть якова бог прям с ним соединился и дал ему еще большую силу благословения чем аврааму и цхаку а тават диво то лам то есть это будет до предела вечных холмов это благословение тиена ли роши иосеф или каткат назир и хав и это будет благословение все они на голове иосефа и на на теме не до дословно переводится это слово темя назир отличенный от братьев своих то есть иосеф был назир это как отличался от братьев своих выделен он был да значит закончил он это благословение закончил он это благословение и сегодня мы этот отрывок заканчиваем давайте его обсудим значит первая вот очень глубокая глубокая идея которую сказал любая честная выбрать и благословения он говорит обратите внимание он благословлял всех детей и каждому он давал или выделял в нем какое-то качество и в большинстве случаев он это качество с давал как метафора животных причем большинство большинство детей он сравнивал с животными какими дитями до дитей животные ли иуда это лев да он сравнивал со львом только два брата иосеф и нафтали он сравнивал с животными домашними иосеф это был как бык как шор она втали как лань да хотя лань тоже не особо домашняя такая но не лань во всяком случае не хищная то есть ланя на не хищная и бык не хищный а лев например он хищный давайте где еще было гад там какой то есть у людей есть разное качество служения всевышний вообще все разные разные в пределах какого какого-то количества типажей теперь получается вот домашние животные они больше отвечают за этот мир да бык он был на нем пахали на быте возили быка был был быка значит как в то время как грузовик и как а трактор да значит быка выращивали он там доходил до 500 килограмм потом его съедали то есть бык это было символ материального мира теперь что делает лев лев он лежит у него там лица полно да осел костисты нам был тоже было полно этих самых у него львиц и периодически этот лев выходит на охоту раз в неделю и значит какое-то животное убил поймал какую-то лань съел и дальше лежит то есть у него был другой подход и и что еще делают львы они воюют за свою территорию они воюют за свою территорию теперь он говорит так что несмотря на то что у каждого есть свое отличительное какое-то качество в служении всевышнего всевышнего всевышнему но он советует любая стиропы это вот было в начале надеюсь точно скажу он говорит так что значит колено уподобленные домашним животным добросовестно выполняли порученную им работу у них другая миссия находить правление божественности в повседневном мире то есть он говорит так что 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 есть которые служат всевышнему и они прямо как как такие дети и животные то есть они вот туда идут в духовные миры то есть они как бы отрываются от этого мира а есть которые выполняют домашнюю работу вот они в этом мире вот они работают что-то делают и так далее он говорит что и то и то служение и в конце мы завтра это будем читать завтра послезавтра завтра в конце яков благословил все колено общим благословением и в него вошли характеристики каждого из них то есть нужно стараться достигнуть в этом мире гармонии между духовным между материальным между своими желаниями и выполнением воли всевышнего то есть нужно искать вот эту золотую середину и гармонию и яков как раз он и олицетворял вот эту золотую середину тиферет а где мы можем найти золотую середину вот это вопрос как мы можем узнать где она золотая середина потому что вокруг тысячи мнений тора она построена на том что когда устная тора да она она выясняет выясняет задают вопросы выясняет смотрит то есть идет такое выяснение да где же она эта истина и вы знаете в талмуде во многих во многих случаях заканчивается обсуждение словом катим тэйко значит когда придет или ауанови и возвестит а приходим ашеха тогда мы узнаем где истина а сегодня очень субъективно и вот меня например вчера позавчера я разговаривал с одним человеком который который он соблюдает он хочет служить всевышнему но он только начинает этот путь он не такой супер профессионал он старается очень сильно соблюдать шаббат соблюдает кашрут но у него очень запутанная ситуация с значит ну там какой-то сфере с семейной сфере запутанная ситуация там и так далее и вот он не говорит вот как мне поступить гря я вообще не знаю вот поверь вот такая ситуация есть ситуация которая называется в талмуде дивopy то есть ты что то не сделай ну ты не знаешь это правильно неправильно то есть я говорю я не знаю я не знаю поэтому поэтому говорю един�로 что раби нам спроси посоветуйся я не знаю что делать в такой ситуации и вот этот вот ответ я не знаю в талмуде написано в трактате мракот прям есть такой совет, очень классный совет. Приучи свой язык говорить, я не знаю. Прям так советуют. Почему так советуют? Потому что в этом мире очень все субъективно меняется. Настолько зависит от точки зрения, ситуации, намерения. То есть, все в этом мире оно такое, очень зыбкое и в Экклезиасте, в Каэлите написано, что Бог дал этот мир сердца людей кусочками. Весь этот мир он дал сердца людей как пазлами. Каждый видит какой-то свой кусочек мира. Дальше он продолжает Экклезиаст. И никому он не дал увидеть весь мир от начала до конца. И даже не просто весь мир, а любое событие. Мы не знаем ни мотивы, ни последствия. Очень много всегда составляющих. Поэтому я считаю, что если человек должен выбирать, он не может определиться, да? Путь Торы самый-самый надежный. То есть, идешь, советуешься, делаешь, как советует Тора. И молишься, чтобы тот, до того, как идешь, советуешься, нужно помолиться, чтобы Всевышний через этого человека, Торы, да, через Равина, дал тебе ответ. И второе, потом ты после этого молишься Всевышнему, чтобы он дал успех в этом пути, по которому ты идешь. Потому что написано в тоже в Мишле мы учили, что положись на Бога всем своим сердцем и на свою бину не полагается, на свою рассудительность. И когда ты изначально с намерением услышать совет Всевышнего, идешь, советуешься, а потом, когда ты посоветовался, начинаешь делать и говоришь Всевышнему, что я делаю, потому что это твой совет и я хочу, что, ну, прошу тебя на этом пути, дай мне успех, тогда, мне кажется, будет успех на всех путях. Все. Всем удачи, успехов, хорошего дня, счастливо.